всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня снова болтологическое видео я знаю вы такие видео очень любите поэтому давайте с вами поболтаем и сегодня я хочу поболтать с вами на тему рациона питания и за схему питания если хотите да вы меня очень часто спрашивали на эту тему спрашивали примерное меню по которому я худела но могу сказать что у меня не было какого-то конкретного меню и то о чем я буду вам сегодня рассказывать к этому я пришла путем проб ошибок я не знаю срывов и так далее и тому подобное поэтому сейчас я буду рассказывать вам исключительно свой опыт исключительно свое видение того по какой схеме необходимо питаться чтобы похудеть и при этом не забывайте что моя основная методика можно так выразиться похудения заключается просто в уменьшении порции я не считаю божу я не считаю калории не знаю не взвешиваю еду и так далее и тому подобное я просто уменьшаю порцию но это не всегда бывает легко это не всегда бывает ну скажем так возможно и сегодня я как раз хочу с вами болтать именно об этом ну и давайте уже будем меньше болтать и приступим с вами к делу первый прием пищи которая у нас происходит это конечно же завтрак я всегда говорю о том что завтрак у нас должен быть максимально плотно ну мы все прекрасно знаем о том что завтрак вообще в принципе очень важен что его обязательно нельзя пропускать потому что запускается различные обменные процессы и так далее и тому подобное это мы все с вами прекрасно знаем об этом я уже говорить не буду я просто скажу почему завтрак очень сильно важен для меня просто потому что он помогает мне не переедать вечером я не знаю каким образом это работа это возможно запускаются различные там процессы и так далее и тому подобное но когда я действительно хорошо плотно по завтраку вечером бывает такое что мне практически вообще не хочется кушать ну и хочу с вами немножко разобрать именно сам завтрак завтрак должен быть не объемным то есть не большое количество пищи да так как я говорила уже о том что я за снижение за уменьшение порции соответственно завтрак должен должен быть скажем так не сильно большой порции то есть на завтрак я склоняюсь к тому что нужно употреблять продукты которые будут максимально насыщать вас то есть если через два часа после завтрака вычу испытывайте чувство голода нежелание просто что-то скушать просто не знаю как-то себя побаловать а именно голод значит что-то в завтраке не так значит нужно что-то или добавить или поменять к завтраку о чем я здесь говорю например если вы любите кушать каши и не представляете свою жизнь там с утра без каши я не призываю никого не кушать каши а наоборот я считаю что каши очень полезны просто ну вот я такой не любитель каши и ну вот так вот у меня происходит поэтому если вы допустим кушаете кашу и после того как вы поели кашу я не знаю на воде на молоке вы испытываете чувство голода через полтора-два часа я знаю что такие есть люди то добавьте к каши еще что-то да возможно это будет яйцо возможно это будет я не знаю хлеб с маслом или еще что-то что даст вам именно вот это чувство насыщения при этом все мы кушаем на завтрак также маленькими порциями также я в своих видео говорил о том что я призываю различные вкусные для вас продукты употреблять именно на завтрак давайте здесь тоже немножко разберемся вот предположим то вернемся также опять к кашу если вы привыкли на завтрак кушать кашу и при этом с вечера вы дали себе ну скажем так обещание скушать вкусный сладкий пирог допустим да то как же сделать тогда чтобы на завтрак также не увеличить порцию просто элементарно вы берете кашу обычно допустим вы кушаете там из небольшой мисочки и отрезаете себе кусок этого пирога соответственно каши вы себе кладете на там объем этого пирога меньше все же я призываю в особенности сладкие продукты не употреблять сразу на завтрак вот я за собой тоже замечала что если я сразу на завтрак съем не знаю какое-то пирожное или какой-то сладкий пирог или любую сладость не употребив при этом еще что-то то то в моем случае получается так что в весь оставшийся день я также буду хотеть скушать что-то сладкое именно поэтому я считаю что если вы привыкли допустим есть с утра каши то съесть и хотя бы две ложки каши а уже потом кушайте этот пирог то есть завтраком я думаю все понятно также хочу здесь сказать что если допустим вы на завтрак употребляете там яичницу омлет еще что-то да и это вам дает насыщение но вы при этом из-за стола встаете с ощущением того что вы не наелись добавьте просто овощи они дадут ощущение полноты в желудке да но при этом в итоге порция будет чуть меньше хотя и здесь с овощами тоже не стоит налегать они же все-таки дают нам объем и увеличивают при этом желудок и я думаю что никому из нас это не нужно то есть завтраком я думаю все понятно давайте перейдем к следующему это у нас обед кто-то обедает кто-то нет я я перестала обедать но не сразу раньше я обедала и я ела также суп не знаю это могло быть что-то какой-то легкий салат но то есть обед у меня был что у нас с обедом для тех кто кушает суп я все-таки рекомендую во первых смотреть на каком бульоне вы варите суп то есть если найти бульон бывает разный есть такой в котором ложка стоит на есть которым ложка не стоит соответственно мы выбираем бульон тот тот которым ложка не стоит если допустим ваши домашние привыкли к таким жирным я не знаю таким наваристым супам то я рекомендую переходить на более легкие супа постепенно то есть чуть чуть меньше добавить мясо с каждым разом вот чуть чуть менее жирный сделать бульон выбрать в пользу там куриной грудки или ну как-то так да постепенно по чуть-чуть уменьшать потому что для ваших родных и близких более легкие супа они тоже достаточно полезно чем жирные суп все-таки если вы кушаете суп то я рекомендую к супу еще что-то добавить чтобы опять же ваш обед дал вам насыщение чтобы не было такого что вы пообедали в час дня и в три часа вы уже жутко голодный то есть обязательно за этом следите что мы не только уменьшаем порцию но не добавляем калорийности в блюдо да а делаем блюдо более сытными не за счет жира да а за счет каких-либо продуктов которые дают вам насыщение для кого-то это мясо для кого-то этот ворот для кого-то я не знаю это яйца для кого-то это хлеб каждый из нас выбирает свои продукты сам но самое главное чтобы вы после того как поели как минимум два часа не чувствовали голода и не чувствовали желание что-то перекусить это тоже очень важно ну и конечно же супа мы стараемся выбирать в пользу более овощных до более таких легких то есть менее калорийные я думаю здесь тоже понятно дальше следующий прием пищи у нас это ужин так вот ужин это один тоже из важнейших приемов пищи если с обедом как бы для меня обед вообще не важны то ужин для меня очень важен во первых на ужин я всегда ем мясо с овощным гарниром с любыми овощами тушеными свежими я не знаю абсолютно любыми и и это мясо или рыба соответственно да или субпродукты я также употребляю и тоже я смотрю на порцию соответственно я все-таки стараюсь не накладывать вот такую гору овощей потому что гора овощей она все-таки растягивает немножко желудок и даже от овощей если есть их тоннами то тоже можно поправиться вот и соответственно мы налегаем не на количество она качество пищи да то есть на плотность пищи если можно так выразиться на соответственно у нас ужин и здесь такой маленький нюанс который я бы очень хотела поговорить в этом видео я призываю обязательно всех ужин и то есть если допустим вы пообедали там вы работаете там неважно не работаете это уже неважно ну для примера я возьму работающих женщин девушек да допустим в этом в час в два пообедали и 6 часов вы уходите домой и около 6 часов вы понимаете что вы хотите есть да я не рекомендую употреблять вам не кофе не что-либо сладкое то есть не перебивайте аппетит и съешьте что-то такое легкое допустим если вам еще предстоит час ехать до дома съешьте что-то такое легкое что он вы знаете что допустим через час вы не захотите уже кушать почему потому что вы перебьете аппетит приедете домой поймете что вы не хотите кушать и соответственно не поужинаете но перед сном очень сильно захочется кушать это вот по крайней мере так у меня то есть если я пропустила завтрак и ужин все перед сном я буду супер мега голодная и я буду хотеть съесть все что у меня в холодильнике и мне очень сложно будет остановиться поэтому я рекомендую очень следить за завтраком и за ужином соответственно обед лично для меня это что-то такое легкое сейчас я просто практически всегда перекусываю ну и давайте мы с вами немножко разберем перекусы то что у нас до между завтраком и обедом между обедом и ужином соответственно после ужина мы стараемся не кушать вообще ничего если после ужина все-таки вы хотите что-то съесть да опять же здесь будьте честны сами к себе да старайтесь себя понимать что вам хочется именно кушать то есть вы испытываете именно голод или вам просто хочется ну скажем так побаловать себя просто за счет еды вам хочется получить удовольствие вам хочется расслабиться после рабочего дня или вообще после в принципе дня до вы устали хотите себя чем-то вознаградить да или вы просто испытывайте голод если вы испытываете именно голод значит что-то было не так в завтрак обед и в ужин да значит пересмотрите меню сделайте более плотным допустим ужин то есть более ужин таким который будет вас и больше насыщать сделайте более насыщенный скажем так завтрак но обязательно пересмотрите меню значит что-то где-то было упущено значит и если вы все-таки знаете такой вот есть хочется себя побаловать да если вам все-таки хочется себя побаловать что-то еще скушать вечером то налегайте на овощи больше я никакой не могу вам дать совет где-то может быть перетерпеть где-то я не знаю лично я бывало такое что просто пораньше ложилась спать чтобы поскорее с утра проснуться не знаю позавтракать как не смешно это звучит но это действительно было так и вам я тоже такое рекомендую делать что касается перекусов между завтраком и обедом здесь лично я себе позволяла чуть более таким чуть более калорийные продукты наверное более такие вкусные продукты но могу сказать по себе что если вы плотно позавтракайте то до обеда можно будет дожить и без перекусов и именно поэтому я и рекомендую плотно завтракать а между уже обедом и ужином все перекусы пусть будут для вас легкие хлебцы фрукты не знаю те же овощи у меня бывало такое что я просто могла достать из холодильника огурец и просто его съесть чтобы вот уйти от этого желания не знаю побаловать себя едой и соответственно чем-то перекусить вот такая примерная схема она на самом деле не сложная и можно спокойно следовать главное помнить о том чтобы ваш прием пищи у вас насыщал еще один момент который хочу здесь озвучить это о том как есть старайтесь не кушать на бегу об этом тоже очень многие говорят и я не открою здесь америку нужно действительно основательно сесть и поесть выделите на себя время это достаточно не знаю минут 15 для того чтобы вам спокойно покушать отрезайте маленькие кусочки откусывайте маленькие кусочки прожевывайте эти маленькие кусочки наслаждайтесь едой получайте от той еды которой вы кушаете удовольствие это тоже очень очень важно потому что чем медленнее вы съедите тем быстрее придет чувство насыщения и тем легче вам будет вставать из-за стола это как раз касается от того вопроса который мне часто очень задают как же все-таки уменьшить порцию как же все-таки сделать так чтобы наедаться более маленькой порции именно так наслаждаться сидеть медленно кушать даже если вы едите тот же бутерброд не надо не знаю пол бутерброда себе запихивать в рот нет маленький кусочек откусили проживали насладились вкусом почувствовали вкус и почувствовали то что вы кушаете потому что это тоже очень важно я тоже раньше на бегу там не знаю запихивала себя бутерброд и бежала куда-то я даже не понимала какого вкуса этот бутерброд обязательно наслаждайтесь едой обязательно не знаю сервируйте себе стол это тоже очень помогает я вот например всегда накладываю себе на тарелку ставлю ее на стол сажусь и кушаю то есть я не выставляю перед собой куча различных блюд чтобы не было возможности их съесть не давайте кстати тоже хороший совет себе шанса много есть соответственно убираете с глаз ту пищу которую вам может захотеться съесть убирайте и и пусть на столе у вас будет идеальная чистота и не будет стоять ни печенья не конфет и ничего либо такого садитесь за чистый стол только со своей тарелкой с вилкой и наслаждайтесь едой это тоже очень важно по поводу того запивать еду или не запивать еду и здесь я не знаю я стараюсь прислушиваться к своему организму иногда я запиваю еду иногда не я не запиваю если я хочу пить я иду и пью я конечно рекомендую все-таки пить больше воды я ее пью всегда с самого детства меня очень часто в этом спрашивают как минимум четыре стакана в день сейчас когда на улице жарко я не знаю мне кажется я больше двух литров выпиваю потому что я всегда сейчас пью именно тогда когда я хочу пить так же старайтесь прислушиваться к своему организму старайтесь быть честным со своим организмом старайтесь понимать когда вы хотите просто себя побаловать я уже говорила об этом да и тогда когда вы хотите действительно кушать а когда вы испытываете голод вот тогда и идите кушать но старайтесь сделать так чтобы испытывали у голод вы и не каждые полчаса до соответственно старайтесь насыщать старайтесь давать такую пищу своему организму которая будет давать ему энергию будет насыщать и тогда вашему организму не захочется употреблять быстрых калорий это сладости булки и так далее и тому подобное я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным обязательно оставляйте свои комментарии если у вас остались какие-то вопросы или если вы хотите чтобы я пополтала с вами на какую-либо еще тему или более подробно раскрыла именно эту тему но я еще раз повторюсь что определенного конкретного меню у меня не было я ела все то что готовила своим родным и близким единственное что я старалась готовить максимально менее калорийную пищу да так же на примере суп я варила старалась варить менее жирные бульоны тоже касалось и мясных блюд как я уже неоднократно говорила я старалась по максимуму делать все в духовке поменьше жарить так что не забывайте подписываться на мой канал не забывайте оставлять свои комментарии всех люблю целую и до новых встреч